Добрый день, уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели. Конечно, у меня сложная задача, учитывая факт того, что хорошо проведенных исследований, ну и вообще исследований проспективных крайне мало, но я попыталась разобраться, что же и на каком этапе, и что мы можем дать в неоадювантном режиме для пациентов раком вульве. Итак, конечно, это редкое заболевание, и мы говорим о неоадювантном лечении, мы понимаем, для местно распространенных форм. Это приблизительно 10-30% заболевания от рака вульвы, и местно распространенные формы считаются 3-4 стадия и 2 стадия, если опухоль больших размеров более 4 см. К сожалению, 5-летняя выживаемость при 3-4 стадиях у нас в районе 43 и 13%, крайне низкая. Что на сегодня говорят все рекомендации? Если мы посмотрим рекомендации НССН 2023 года, что меня, кстати, удивило, они в основном самые первые на всё реагируют, так здесь у нас звучит, что при Т2 больших размеров, Т3 нерезиктабельных опухолях у нас в зависимости от поражения лимфоузлов, но сочетана химиолучевая терапия. Химиотерапия у нас в самостоятельном варианте, она у нас никак не звучит в НССН. А вот в рекомендациях ЭСГА 2021 года, последние были рекомендации ЭСГА, то здесь у нас химиолучевая терапия как метод для пациентов с нерезиктабельной опухолью, и, возможно, во избежание экзонтерации проведение химиотерапии и в качестве радиосенсибилизатора использование еженедельного цесплатина. То есть нам сейчас с вами надо обсудить, что же лучше для неоадювантного лечения. Лучевая терапия, либо сочетанная химиолучевая терапия в самостоятельном варианте или в неоадювантном режиме с последующей операцией, или лучше всё-таки неоадювантная химиотерапия с последующей операцией. Ну, я думаю, по поводу лучевой терапии у нас будет дальнейший доклад. Цель моего доклада всё-таки хотя бы лучевую терапию вот такими большими мазками посмотреть в контексте с химиотерапией. Вы заслушали доклад по поводу хирургического лечения. Хирургическое лечение остаётся наилучшим стандартом для этих пациенток. И даже если используют экзонтерацию, пятилетняя выживаемость для пациенток в районе 39-67%. То есть исторически оперативное вмешательство, оно являлось наилучшим стандартом с использованием даже тазовой экзонтерации. Но при этом многие авторы отмечают о том, что очень высок процент послеоперационных осложнений, потери функций их органов, особенно после экзонтерации, снижение качества жизни. И, к сожалению, многие опухоли, они нерезиктабельны в силу вовлечения соседних органов и сосудов. И, конечно, стала развиваться неоадювантная теория. В частности, сначала стала изучать неоадювантную лучевую терапию с последующей операцией. И, как вы видите, малое количество пациентов, ряд исследователей докладывают, при этом совершенно смешанные группы, и первичные, и рецидивы здесь вовлечены. В основном это вот вторые, третьи, четвёртые стадии заболевания. При этом дозы лучевой терапии совершенно различны, потому что исследования достаточно старые. Но, тем не менее, авторы докладывают неплохие эффекты, там в районе 40-60% патологических эффектов и пятилетняя выживаемость от 29 до 40%. В принципе, неплохие результаты лечения. И, в принципе, сама лучевая терапия до операции привела к уменьшению размера опухоли у фактически 80% пациенток. Но тоже авторы говорят о том, что очень высок процент осложнений после лучевой терапии, это нарушение заживления. И, к сожалению, несмотря на такое высоко токсичное и агрессивное лечение, у 50-70% пациенток развиваются рецидивы заболеваний. Что касается химио-лучевого лечения и с операцией, либо в самостоятельном варианте. Ну, во-первых, в дальнейшем уже начали изучать добавление химиотерапии к лучевой терапии. И вот большое исследование, где было включено более 1300 пациентов, набирали с 2003 по 2014 годы. В основном это пациентки были третьей-четвёртой стадии заболевания. Доза лучевой терапии была адекватной, 59 грей. И в этом исследовании у них получилось, что достоверное увеличение химио-лучевого лечения, добавление химиотерапии, здесь в основном добавлялся цисплатин, она лучше, чем лучевая терапия. То есть химио-лучевая терапия, она лучше и для рака вульва. И в последующем уже было проведено ряд исследований, при том с операцией, то есть химио-лучевое лечение, с различными цитостатиками. Как мы видим, более старые работы с 80-х по 2005 года, это были работы по использованию химиотерапии. Мало кому проведено было в последующем оперативное вмешательство. В основном использовали 5-турацил, метамицин. И, в принципе, ответ был неплохой, даже до 100% доходило у многих авторов. Но всего лишь в двух исследованиях, это 2009 года и 2010 года, ГОК-101 и ГОК-205, где использовали, во-первых, цисплатин монотерапии, либо цисплатин Успевт-турацилом-1 в одном исследовании. И доза лучевой терапии, вот в исследовании МУРа, были как раз 57,6 ГРЭЙ. И в этих исследованиях, в принципе, 46-69% докладывали авторы об эффективности лечения. При этом 4% опухоли были нерезиктабельны. И, несмотря на химио-лучевую терапию, до операции все равно у треть пациентов развивался рецидив заболевания. Также наилучшие режимы были приняты и рекомендованы авторами тоже недельный цисплатин, потому что при нем отмечался наилучший ответ. И у 29% был отмечен полный патоморфологический регресс. Именно лучевая, химио-лучевая терапия с последующей операцией был проведен охрановский анализ, где авторы не очень как-то позитивно отнеслись к данной опции. Во-первых, было признано, что 5-фтуроцил метамицин связан с высокой токсичностью. Лучше использовать еженедельный цисплатин. Потом химио-лучевая терапия до операции, а в основном и третьей-четвертой стадии проводилась, экзонтерация сопряжена с очень высоким процентом осложнений. Это и атрофии, распад раны, перфорации кишечника, кишечная непроходимость. И авторы также говорили о том, что, конечно, химио-лучевая терапия, она может снизить объем радикализма оперативного вмешательства, то есть снизить процент экзонтерации, но при этом, если начинать оговорки с первичной операции, все-таки контроль местный лучше. То есть они как-то не очень позитивно сделали заключение о использовании химио-лучевой терапии до операции. Теперь, наверное, дальше развитие данного направления шло по анализу отдельной химио-лучевой терапии с операцией. На самом деле в этом вопросе всего три маленьких исследования. Одно вот более-менее 63 пациента, где с третьей-четвертой стадии пациентов анализировали отдельную операцию химио-лучевую терапию. И, в принципе, по цифрам химио-лучевая терапия давала больший процент общей выживаемости, но данные были недостоверны. И согласно многофакторному анализу, возраст был единственным значимым прогнозическим фактором общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования. Их охрановский обзор, где авторы проанализировали вот эти три небольших исследования. Больше исследований в этом направлении не проводилось. Было показано и авторами сказано, что химио-лучевая терапия, она не увеличивает выживаемость пациентов по сравнению с операцией, с одной операцией. Но при этом говорят о том, что нежелательные явления вообще в некоторых исследованиях не были доложены. То есть все исследования имели высокий риск систематической ошибки. И единственное исследование в 2017 году опубликованное, большое, где включено было почти две, чуть больше 2000 пациенток с 2004 по 2012 год. В основном они были с Т2, с Т3 и с поражением лимфоузлов, где сравнивали лучевую, химио-лучевую терапию и химио-лучевая терапия с последующей операцией. И, как мы видим, в начале было показано, что химио-лучевое лечение с операциями давало лучший результат общей выживаемости. Однако в последующем авторы провели подгрупповые анализы и сравнили лучевую терапию, во-первых, с добавлением уже химио-лучевую терапию, химио-лучевую терапию и с дозами лучевой терапии. И оказалось, что при дозах лучевой терапии больше 55 грей, у нас выживаемость пациентов равна что в самостоятельной химио-лучевая терапии, что в химио-лучевая терапии с операциями. Поэтому именно химио-лучевая терапия вместе с химио-лучеваями и с химиотерапией, с же недельным цисплатином и доза лучевой терапии более 55 грей равна эффективно химиотерапии и операции, и ее можно включать в стандарты лечения. Нео-одевантная химиотерапия с последующей операцией. Также большое количество малых исследований. Вот первое исследование было 93-го года в Бенедете Панича, где было включено всего 21 пациент. Лечили платин и блеумицином и метрексаном. Два-три курса терапии. У 90% пациенток, в принципе, были оперированы. 79% операции были в радикальном виде. 79% потребовалось потом проведения лучевой терапии. И, в принципе, трехлетняя выживаемость составила 24%. И у 69% все равно был рецидив заболевания в первые месяцы, и у 50% дистанционные метастазы. И дальнейшие авторы, то есть количество пациентов уже было достаточно мало, 13-25. Единственное большое исследование Арагона. Это последние, ну, до 2012 года. Ну, вот в исследовании, во-первых, было показано, что вот блеумициномонотерапия был лучше, чем цисплатин и паклитоксил и 5-турацил с цисплатином. Тоже после операции удалось пациентам провести радикальные операции и выживаемость, пятилетняя выживаемость составила 30%. То есть, как мы видим, тоже не ахти такие результаты и сравнимые с той же химио-лучевой терапией. И в исследовании Арагона, в этом исследовании как раз проводили именно цисплатин и паклитоксил, более современные режимы. И 14% только удалось провести оперативное вмешательство, в 8% не было проведено оперативное вмешательство, и 5-летняя безрецидивная выживаемость составила 89%. И последние, наверное, более перспективные исследования – это клавансы и марка, где изучали уже паклитоксил с карбоплотином, даже с беоцезумабом. Но самые лучшие результаты марка, где паклитоксил со фосфамидом и с исплатином изучался, 87% пациентам удалось провести оперативное вмешательство, при этом адювантное лечение было проведено почти всем, либо лучевая, либо химио-лучевая, и медиана выживаемости составила 76%. То есть мы видим, что в отношении химиотерапии, конечно, единичное исследование на малом количестве пациентов, в основном ретроспективные, больших исследований нет. И по данным, которые имеются, в принципе, мы видим, что и самостоятельная химио-лучевая, она такие же дает результаты лечения. Итак, на сегодня авторы предлагают различные подходы к лечению, как вы видели, и по рекомендациям ЭСГО, то есть отдельным больным, то есть можно и лучевую терапию, то есть надо подходить, видимо, на сегодня, в связи с отсутствием хорошо проведенных исследований индивидуально. То есть возможна и нео-адювантная лучевая терапия с операцией, и химио-лучевая терапия с последующим возможным удалением лимфоузлов. Я думаю, это мы дальше послушаем по поводу сторожевых лимфоузлов, по поводу лимфодиссекции, и нео-адювантная, химио-лучевая терапия с операцией, и нео-адювантная химиотерапия с возможной операцией и, возможно, от факторов риска добавления лучевой терапии. То есть все эти варианты возможны в зависимости от ситуации. В 2012 году ФИГО предложила такой вариант тоже лечения, и, как я посмотрела в литературе, многие авторы придерживаются именно такой тактики. Это первые, если местно распространенные формы, то в зависимости от... Хирург смотрит в зависимости от резиктабельности опухоли с формированием стомы либо без формирования стомы. Если можно обойтись без формирования стомы, то есть мы видели по общей выживаемости, что хирургия, она все равно остается одним из главных моментов, то в этом случае все-таки надо идти на оперативное вмешательство. Изначально, если планируется формирование стомы, то есть процессы не резиктабельные, то в этой ситуации вот как раз обширное наше направление либо химия лучевая, либо лучевая, либо химиотерапия, либо химиотерапия, химиотерапия, химиотерапия в самостоятельном варианте. То есть многие авторы на сегодня придерживаются, хотя и оговаривают, что это все опции дискутабельны. То есть многие авторы придерживаются вот такого подхода. То есть изначально смотреть о возможности резиктабельности процесса. Если возможно удалить опухоль, то лучше, наверное, идти в начале на оперативное вмешательство. А если невозможно, и речь пойдет о формировании стомы, то здесь уже нужно смотреть индивидуально на пациента. То есть все эти методы, как мы видели, они фактически равны эффективно, что неоадювантная химиотерапия, что химия лучевая, что химия лучевая терапия в самостоятельном варианте. Ну а по поводу раковлагалища, там вообще фактически исследований нет. И авторы говорят, что для этой локализации возможно использование неоадювантной терапии перед химио-лучевой терапией, если у нас нерезиктабельный процесс. Итак, уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Не очень оптимистично. Спасибо большое, Светлана Викторовна.